Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками, фотохудожниками. Сегодня я покажу вам несколько работ французской писательницы и фотохудожницы-сюрреалистки Клод Као. Стоящее имя Люси Рене Матильда Швобб. Родилась в 1894 году в Нантии. Скончалась с 1954. Родилась в зажиточно-еврейской семье. Детство провела на острове Джерси племянницы писателя-символиста Марселя Швобба. В 1898 году пережила острый душевный кризис. Впоследствии не раз лечилась от психических расстройств. Пыталась покончить с собой. Я цитирую Википедию. С 1908 по 1809 была в любовной связи Сюзанны Малер, ставшей ее пожизненной спутницей. В 1917 взяла псевдоним, под которым и стало известно. Познакомилась с Филиппом Супо, скульпторами Ханной Орловой и Жаком Липшицем. Кстати, Орлова оставила ее скульптурный портрет. С 1918 поселилась в Париже, где к ней в 1920 присоединилась ее подруга. Печатала рассказы и статьи в известном журнале «Меркурде Франс». Его авторству принадлежит несколько книг, в том числе «Париже», открытый 1934 года выпуск. Познакомилась с Андреем Мишо, Робертом Дисносом, Сирией Рябич, Иваном Мажухиным, кстати, русским знаменитым актером немого кино. С 1929 начала публиковать фотографии. Чаще всего она работала в жанре автопортрета, создав яркую и разнообразную галерею собственных образов. Она была единственной женщиной-фотографом в группе сюрреалистов. В 1930-е сблизилась ассоциации революционных писателей и художников. Вошла в группу сюрреалистов, участвовавших на выставах в Париже, Лондоне в 1936 году. Вместе с Жоржем Батаем, Андреем Бретоном участвует в создании движения «Контратака». В 1937 вместе с Сюзанной Малер переехала на Джерси. В годы Второй мировой войны участвовала в сопротивлении. Была арестована и больше года провела в нацистских застенках. Пыталась покончить с собой. Приговоренная к смерти чудом избежала казни. При этом многие работы «Конт» были утрачены. Неординарная «Конт» уверенно пробовала свои силы в разных областях искусства. Писательница, фотограф, художник, перфоманса и скульптор «Конт» известна прежде всего своими автопортретами. На них женщина чаще всего представляется в образе бесполого травести. Она настолько глубоко входила в эту роль, что многие зрители не сомневались. Автор и модель мужчина. Вот как написано в переводной википедии. Он работал на себя и не хотел быть известной. Лишь через 40 лет после ее смерти работы получили призвание. Принятие нейтрального в гендерном отношении имени и ее андрогинные автопортреты демонстрирует революционный образ мышления и творчества, экспериментируя понимание публики фотографий как документального подтверждения реального. Ее поэзия бросает вызов гендерным ролям и атакует социально-экономические границы современного мира. Умерла Клод Каун 8 декабря 1954 года в возрасте 60 лет. Надо сказать, что в 2018 году одна из ужасов Парижа получила название «Але Клод Каун Марсель Мур. Район Сен-Жермен де Приман Парнац». Это как раз недалеко от той улицы, где жили Каун и Сюзанна, ее подруга. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы узнали немножко о французской писательнице и художнице сюрреалистке Клод Каун. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok